Герой нашего следующего сюжета Камиль Магомедов из села Урагида Хадаевского района. Вот уже 22 года он занимается кузнечным ремеслом. Все его клинки выходят под брендом Юсуп по имени отца первого кузнеца в этом селе. Работы Камиля востребованы не только в России, но и за рубежом. В чем секрет мастера узнала Любава Маслова. Я могу вам сказать, что это четвертый молоток у меня за 22 года. У меня закончились четыре молотка. Три молотка закончились. В 97 году она вот такая была. Вот за 22 года вот она как грибок стала. Кузнечным ремеслом Камиль занимается с 10 класса. Они с отцом сами обустроили кузницу во дворе. Соорудили печь, закупили инструменты и материалы. Поначалу делали кухонные ножи для сельчан. С годами росло не только мастерство кузнецов, но и качество сделанных ими изделий. Клинки выпускали уже с фирменным клеймом. Его, кстати, Камиль сделал сам. Все у меня клинки идут юсуповские. Вот клеймо мое. В Россию, которую я отправляю, я есть на русском клеймо юсуп. А в Дагестане, Чечне, в другие республики, в России, которые отправляю, у меня есть юсуп на арабском. Самой сложной работой Камиль считает саблю на держаха с раздвоенным лезвием. На оружии красуется змея, язык которой оно символизирует. Сделана сабля из 750 слоев дамасской стали. Закалена на древесном угле и горной глине. Украшают ее пожелания на арабском языке. Приезжали к кримскому кузнецам. Они не верили, что не может быть двойная сабля на держаха. Невозможно, говорили, не сделать. Осталось сюда нанести золотую насечку. И ручка слоновой кости будет. Здесь вставки будут железные, ножни из бархата сделаны. Она будет у меня как копия знаменитого среднеазиатского завоевателя на держаха. Вся история самого на держаха. И у палаты, и у левых герб, и у воины. Вот сам он. Начинается все с выбора нужного материала. У каждого есть плюсы и минусы. Камиль, глядя на кусок металла, уже знает, каким будет готовое изделие. Затем начинается ковка. Физически тяжелый и долгий процесс. Кузнечная печь раскаляется до 1200 градусов. А по известной поговорке, ковать железо надо, пока оно горячо. Важно сделать наибольшее количество ударов, пока металл раскален. От этого будет зависеть качество изделия. Изготавливает Камиль не только клинки, но и ножи. Они отличаются особой прочностью. Как-то раз мастер поспорил с другом, что его нож разрежет 5-миллиметровый металлический угольник. И выиграл спор. А уж разрезать напополам гвоздь с таким ножом не составляет труда. Нож из дамасской стали, 375 слоев. Закалки идут у меня на древесном орешнике, горный орешник. Ручка у нее, корень ореха. Мельхоровые гарды. Но закалка у него, можно сказать, на 100%. Он режет, даже гвоздь режет. Угольник порезал он. Могу даже сейчас показать. Отец Камиля Юсуп – врач. Но это не мешает ему быть кузнецом. Поначалу он не знал, в чем правильно делать закалку для металла и как придать ему большую прочность. Кузнец рассказывает, мастерство к ним пришло с опытом. Ученик превзошел своего учителя. Так с гордостью говорит Юсуп о своем сыне. Возрастом, наверное, меня подтянуло к этому делу. Я после 40 лет, я взялся за это дело. Ну, сперва они получались очень трудно. Не было даже у кого-то спросить, что-то делать. Клинкет сейчас в современном мире не считается холодным морожием. Это символ Дагестана, символ нашего народа, символ честности, порядочности наших людей. И он украшает любой дом дагестанца. Летом отбоя от туристов нет, делится Камиль. Приезжают из Англии, Франции, Израиля и других стран. Ему приятно, что дагестанское искусство так высоко ценится. А его работы становятся украшением частных коллекций и музеев по всему миру. Льва Умаслова, Махарбека Мариев, Камила Раджабова и Юсуп Газиамаров. Время новостей. Доходаевский район.